приветствую вас дорогие друзья сентябрьская суббота 9 сентября у нас 19 часов 27 минут я нахожусь на проспекте царицы китыван бывшая шаумяна 262 курс доллара за 1 взглянул на табло нашего обменника который здесь на улице мимо авиационного института у нас по правую сторону по левую школу бывшая девяносто первое докажется школа здесь был директор сейчас называется картули составлены грузинское учебное заведение не знаю чему учат школы больше нет там был директор енок окопович да очень интересно знающий и авторитетный педагог с ним встречались последний раз здание на территории этого здания диаспоры армянская на вот здесь же за храмом можно попасть до аэротунда называется вот здесь вот можно попасть вот отсюда здесь тоже дверь туда можно попасть мы тогда делали как раз интересную передачу про культурный центр на календаре у нас 22 градуса совсем не холодно приятно но вот кое-кто уже быстрее надел на себя на такую теплую одежду уже какие-то там светерочки жакетики курточки легкие ветровки у меня в машине всегда что-то валяется такое что можно быстренько так экспресс надеть на себя в случае необходимости есть всегда для съемки зонтики потому что мы можем в это время что-то снимать а пойдет дождь камеру в это время обезопасить чтобы она не промокла специальные дождевики есть для камеры такое обмундирование необходимое сколько раз мы попадали под дождь вообще за мою съемочную историю почти 30-летняя 30 год сейчас уже идет так что в любую погоду приходилось снимать и в жару и в холод и в дождь и в снег ну вот серия стихийных неприятных сюрпризов погодных продолжается вчера была гурия сегодня тоже там ликвидируют последствия наводнения исхода упал с ней сегодня еще добавился регион сами грелла там тоже пострадали здания тоже нанесен ущерб ну вот вы видите в твилиси пасмурная погода такие вот тучи сгущаются кстати вот мвд депутат по чрезвычайным ситуациям эсэмэски рассылал абонентам что в ночь 9 на 10 число сентября по всей грузии ожидаются осадки так что будьте внимательны и по возможности говорить не перемещайтесь воздержитесь от передвижений и лучше всего конечно же остаться дома вот 261 618 здесь доллар на ближе к ростовере там у нас на лабаре самый лучший курс на исане тоже хороший курс ну вот здесь люди гуляют я должен писать тексты сюжетов для эфира для репортажей поэтому я сейчас пока что не до прогулок будем писать потом собирать репортаж для эфира это можно было бы было бы прогуляться но ничего в следующий раз посмотрим что на ростовере здесь у нас происходит здесь по левую сторону вот перед дворцом учащихся молодежи бывший горцом пионера вот такая постоянно действующая ярмарка сувениров особенно они по выходным активируются павильончики на правую сторону выставочный центр храм кашвец сейчас будем проезжать мимо отеля марио твилиси далее у нас будет театр шатару ставили после чего будет уже театральный институт и оперный театр это наши зрители периодически просят меня вот комментировать что же мы проезжаем это те которые не бывали в твилиси или же были давно и вот чтобы освежить память сейчас у нас вот оперный театр по правую сторону дальше будет галерея мума сураба царетели современного искусства и бывший институт марксизма ленинизма сейчас это гостиница билдмор фундаментальное такое здание после чего у нас бывшее здание телеграфа архитектор Алексей Месхешвили которая сейчас восстанавливают и переделывают под гостиницу которая тоже будет называться телеграф раньше на первом этаже был супермаркет смарт очень хороший супермаркет сейчас на Ростовеле кстати ну там единственный супермаркет в галерее твилиси там по-моему кудвель и все больше таких торговых больших гастрономических точек нет на таком большом проспекте вот здесь снимают какое-то кино а может быть рекламу поехали сейчас кафе республика давайте сейчас проедем по улице киачели тихо и спокойно и уютные улочки киачели здесь вот раньше было очень много кафе баров и ресторанов сейчас я что-то их уже не вижу но это не случайно потому что сейчас уже другие кафе другие бары и другие рестораны и другие объекты в тренде а в свое время вот в конце 90-х когда вот все это начало восстанавливаться и грузия возвращалась в нормальной жизни именно здесь появлялись первые кафешки такие уютные очень ресторанчики здесь было очень приятно сидеть и было очень вкусное меню потом появилась улица Шардена потом уже пошли большие рестораны эти яркие такие цветные ну и вот многое изменилось это место уже потеряла свою актуальность несмотря на то что кое-где еще свет горит но периодически меняются вывески сейчас это называется бар H2SO4 бар писателей здесь у нас голубой монастырь церковь выехали мы на улицу Николадзе здесь суши бар раньше здесь была очень хорошая кондитерская называлась Ротонда делали фантастические чизкейки мы сюда приходили вот эти чизкейки с капучино тогда вот это было очень так модно а здесь тоже был неплохой раньше объект общепита но сейчас здесь массажные вот видите блестит светится массажная а-ля бордель очень часто мы видим потом в полицейской хронике вот как арестовывают всех бизнесменов которые предоставляют территорию поддав так сказать увеселительные заветения но это всегда было всегда будет и сколько есть мир цивилизация без этого никак так нельзя просто у нас почему-то всего этого такой криминально полуподпольный характер теперь о легализации проституции речь не идет но тем не менее наверное что-то можно было придумать чтобы это не было бы связано с таким каким-то криминальным кошмаром а так ничего в этом сверх естественного я не вижу абсолютно в Советском Союзе не было секса да облику морали у меня в машине включен кондиционер потому что душно ну хотя вот у кого как всего там я читал в ленте у своих друзей там кто-то ой что-то уже сегодня не жалимся там что-то не потеем начинаю мерзнуть вот такие были эти посты посты публикации ну я люблю нормальную температуру знаете этот холод он тоже сковывает ты ничего не можешь делать и ничего не хочешь делать ну а жара вообще тебя кидает и ты полностью превращаешься в какой-то палас нормальная температура должна быть где-то вот от 16 до 22 это вот совершенно так приемлемо но сейчас хотя на улице как раз и 22 градуса так что комфорт сейчас я буду сидеть у нас в редакции открою окна будет прохладно холодная водичка у меня есть есть очень хороший кофе чай соки компоты у меня вот полный набор всего есть кстати вот хитро скажу сейчас я увидел там сзади сзади через зеркало патрульную машину вчера я остановил нашел в магазин выхожу сажусь в машину подъезжает патрульная машина останавливается я значит сел я понял что он хочет там подойти ко мне подходит ко мне и говорит а можно вот у вас проверить на трезво секунду вы знаете что во первых я вот стою и машина моя стоит я вот просто решил я сейчас сел только в машину вы это видели вот вы же заведете машину и поедете какая вам разница будет поведете машины мы вас потом будет остановить ну а в чем дело вот нам интересно вы трезвы или нет ну я подул и дальше что ну вот ничего я ухожу ну иди ну вот видите логика 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 не знаю даже машина если даже если я пьяный был я же не уезжал никуда да вот и может я хочу просто вот уснуть у себя в машине тем более там место было для стоянки я говорю вообще это нормально вот так подвигать в машине которая вот стоит останавливать даже не с меня уже останавливать да подходить к человеку у которого стоит автомобиль автомобиль у него не едет я не могу нарушить правила дорожного движения в стоящем автомобиле но теперь у меня уже не было никаких никакого желания с ним вступать с ними в какую-то беседу тем более что он уже сам сбежал он понял что он не очень красиво в таком этом оказался положении и сбежал так вот так дорогие друзья разные разные рассказы мне для вас до встречи благодарю всех за внимание и